Здравствуйте, уважаемые трейдеры. С вами компания Максимаркетс. Сегодня мы вновь представляем наш регулярный прогноз по основным валютным парам на следующую неделю. По перспективам ценовой динамики евро-доллара. Курс евро на прошлой неделе продолжил нисходящее движение. От максимального уровня предыдущей недели, 8 мая, до минимального уровня в прошедший четверг, 15 мая, евро-доллар прошел на снижение около 350 пунктов. Это весьма высокая волатильность и достаточно глубокий диапазон падения. Тем не менее, желающих возобновить покупки единой валюты на столь привлекательных уровнях пока не нашлось. И причина в том, что экономические проблемы еврозоны все еще не исчерпаны. Внутренний спрос в Европе слаб, а товары, произведенные в регионе, не находят спроса на внешних рынках из-за своей дороговизны. В свою очередь, сниженный спрос на продукцию еврозоны блокирует прилив инвестиций в производство и услуги. При этом главная причина низкой экономической активности в регионе – это высокий курс евро. В связи с этим борьба за снижение курса единой европейской валюты становится главным приоритетом Европейского центрального банка на ближайший период. На фоне слабых макроэкономических данных, угрозы дефляции и соответствующих комментариев официальных лиц, среди инвесторов укрепилось мнение о том, что ЕЦБ в июне месяце развернет комплексную программу финансового стимулирования европейской экономики. В этих условиях игроки на валютном рынке предпочитают выжидать. В связи с фиксацией прибыли и закрытием сделок на продажу единой валюты, падение пары к концу прошлой недели прекратилось, а евро-доллар занял позиции в узком боковом диапазоне. Что касается выводов технического анализа, то столь значительное снижение единой валюты и ее перепроданность на краткосрочных таймфреймах при условии, что рынок все еще не вышел из состояния неопределенности и не готов к активному снижению, требует некоторой коррекции пары. Это подтверждается и образованием на дневном таймфрейме в основании снижения характерной свечной модели длинноногий доджи, предупреждающей о развороте движения. Кроме того, евро-доллар тестирует сейчас сильный уровень поддержки, проходящий по линии полугодового восходящего тренда, что также усиливает вероятность восходящей коррекции пары. К тому же и волновая структура, и показания технических индикаторов также поддерживают вероятность коррекционного отката. Исходя из вышеизложенных факторов, в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем продолжение коррекционного подъема пары ориентировочно в ценовую зону 1,3740-1,3770. Если валюте удастся пробить уровень сопротивления 233-дневной скользящей средней 1,3770 на часовом таймфрейме и закрепиться над ним, подъем может продолжиться далее к ценовым уровням 1,3818 и 1,3860. Здесь ожидаем разворот и возобновление нисходящего движения валюты к целевым уровням 1,3648, 1,3624, 1,363585, 1,3567 и возможно ниже к ценовому уровню 1,3538. Если же пробой уровня 1,3770 не состоится, евро-доллар начнет снижение к вышеназванным целям от текущих ценовых уровней. По паре фунт-доллар. После того, как 6 мая фунт-доллар достиг пятилетнего максимума, зафиксировав вершину подъема на ценовом уровне 1,6996 и так и не сумев пробить многолетний уровень сопротивления 1,70, курс британской валюты начал снижаться. И если вначале основным драйвером снижения выступала значительная перекупленность валюты, то в середине прошлой недели появились и фундаментальные поводы для снижения. Так, например, отчет по рынку труда подтвердил, что снижение безработицы в стране происходит более медленными темпами, чем ожидалось ранее. Рост заработной платы также замедлился и за март месяц составил 1,7% против прогноза 2,1%. При этом снижение производительности труда поставило под сомнение и возможность восстановления роста реальных зарплат в ближайшем будущем. А ведь Банк Англии в своей оценке сроков повышения процентной ставки как раз ориентируется именно на этот показатель. Кроме того, глава Банка Англии Марк Карни по-прежнему не оставляет попыток ослабить бычье давление на фунт, повторяя, что повышение ставки будет происходить медленно, поскольку процесс восстановления все еще находится на ранних стадиях. К тому же, по словам Карни, экономики Великобритании еще есть куда расти, не создавая инфляционного давления. По прогнозам Банка в 2014 и 2015 годах уровень инфляции в стране составит всего лишь 1,8%, а в 2016 году 1,9%. Все это противоречит устоявшемуся на рынке мнению, что Банк Англии вот-вот приступит к повышению процентных ставок и таким образом продолжит удорожание британской валюты. Здесь желания рынка и Банк Англии круто расходятся. Кроме того, технический анализ по валютной паре фунт-доллар также говорит об обратном. Волновая структура пары, показания технических индикаторов, медвежья дивергенция на дневном таймфрейме, свечные модели разворота на недельном графике – все эти факторы предупреждают о скором возобновлении нисходящего движения британского фунта. На фоне всего вышесказанного в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем завершение текущей восходящей коррекции пары ориентировочно в ценовой зоне 1,6840-1,6890, а затем возобновление нисходящее движение курса британской валюты к целевым уровням 1,6782-1,6744-1,67-1,6685-1,6640 и, возможно, ниже к ключевому уровню поддержки 1,66. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maximarkets.ru. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.